Поликлиники Самарской области могут перевести на круглосуточный режим работы. В то же время в регионе планируют приостановить диспансеризацию и частично плановые осмотры. Областному Минздраву поручили сформировать запас лекарственных средств, чтобы мобильные бригады медиков могли обеспечить граждан, которые лечатся амбулаторно, а также не снижать темпы прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. Обо всем этом стало известно на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. Оно прошло под председательством первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова. Стало известно, что в регионе наращивается коечный фонд. К концу этой недели готовится развернуть почти 700 коек в Самаре и в Тольятти. Усиливают работу по проверке масочного режима. Исследования показывают, что большая часть заражений происходит в транспорте и на объектах потребительства. В Самарской области на 12% выросло число выявляемых случаев инфекции среди людей без клинических признаков заболевания. Это связано с ростом объема тестирования. На данный момент в регионе с начала пандемии зафиксировали более 13 тысяч заражения COVID-19. Почти на 20% выросло число заболевших в регионе вне больничной пневмонией. Только на прошлой неделе ее выявили у 4300 человек, и это максимальный показатель за все время наблюдений. Сейчас прорабатывается возможность продолжать лечение пациентов с отрицательным анализом на ковид, которым не требуется кислородная поддержка, на базе санаториев. А пациентов, которым требуется неотложная терапевтическая помощь, планирует направлять в военный госпиталь. Председатель правительства Виктор Кудряшов озвучил сумму, которую уже потратили на борьбу с пандемией и ее последствиями. На сегодняшний день, вот пока, в текущем году, мы потратили на это 18 миллиардов 100 миллионов рублей. Это и медицина, это и создание там дополнительных коек, строительство кислородных станций, это и помощь безработным, которые потеряли работу в связи с тем, что предприятия в период ограничений, там проводили сокращение людей. Виктор Кудряшов рекомендовал главам муниципалитетов и руководителям органов исполнительной власти ужесточить наказание для нарушителей масочного режима и других действующих санитарно-эпидемиологических норм. Светлана Кудрявцева, События.